Доброе утро! В эфире новости культуры. Сегодня познакомимся с новым художественным руководителем Краснодарского театра драмы и узнаем, как можно стать учителем русского языка для всей Кубани. Фигара здесь, фигара там. В Краснодарском театре драмы состоялась премьера. Спектакль по одноименной пьесе Бомарше «Безумный день» или «Женитьба Фигаро» поставил московский режиссер Дмитрий Петрунь. С первого дня своего появления на театральных подмостках комедия стала символом остроумия, свободы и жизнелюбия. И спустя два с лишним века продолжает ли ловкий и остроумный Фигаро пленять сердца зрителей, узнала Мария Евсюкова. Есть, я даже не боялась, расписывала одну маленькую женщину. Какие могут быть тайны женщины от врача? В день «Женитьбу Фигаро» интриги поместья графа Альма Вива сплелись в один клубок ради достижения своей цели. Герои спектакля идут на любые уловки. Впрочем, все происходящее на сцене очень современно. Глупость и продажность чиновников, супружеские измены, культ молодости. Если бы не парики, кринолины, белила и мушки, то зритель бы не понял, что это 18 век. Герои, имя данное при крещении отсутствует. Аноним. Аноним. А разве есть такой святой? Чтобы придать пьесе легкость и свежесть, ее озеленили. На декорацию ушло 170 квадратных метров газона. А модная французская полоска прошла практически через всю постановку. Кстати, освежили и хореографию. Однако запомнить новые партии удалось не всем артистам. Буквально даже за два дня до сдачи режиссер сказал мне, вот здесь нужно поменять и здесь нужно поменять. А так как еще до этого тоже были все смены рисунков, смены движений, у актеров все в голове так вот перемешивалось. Исполнитель роли Фигаро Михаил Дубовский своей игрой недоволен. Убежден, что нет предела совершенству. Мне кажется, что это просто пока еще набросок даже. Это не Фигаро, а так контуры. Чтобы еще сделать, надо, наверное, еще столько усилий приложить. А у студентки Краснодарского университета культуры и искусств Юлии Гребенник на сцене драматического театра дебют. Однако роль невесты она уже примеряла в студенческом спектакле «Женить по гусарам». Говорит, ей везет на театральные свадьбы. Когда узнала вообще, какую роль мне дают, я подумала, что это шутка. Потому что я не ожидала такого поворота судьбы. Сюзанна, я думаю, да, и что же делать вообще. Кстати, на сцене драматического театра это уже второе прочтение французского классика. Первую «Женитьбу Фигаро» поставил Михаил Куликовский в 1973 году. Мария Евсякова, Виталий Василенко, Кубань-24, Краснодар. И в продолжении темы. В Краснодарском академическом театре драмы новый художественный руководитель. Его интервью вы увидите сегодня в программе «Факты мнения» в 10.45. Мы же попробовали составить портрет творческого лидера, задав ему вопросы о любимой книге, кумирах и не только. Смотрим и знакомимся. Тот актер, профессиональный актер, который обладает и соединяет в себя синтетические жанры. То есть он работает по системе Станиславского, он танцует, он поет, он владеет театром представления, он владеет комедией дель арте, он работает в вархаусе, то есть все соединяет в себе, он универсальный. Тот спектакль, на котором я либо смеюсь, а в душе, либо я плачу. Я прихожу и получаю катарсис. Плачу, либо смеюсь. Театр, который работает как часы, как завод. Начиная от входа, как говорилось, театр начинается с вешалки, Станиславский. Конечно, когда в театре есть атмосфера и дух театра, запах кулис. Когда есть театр, я очень-очень талантливый актер. У меня нет кумера. Моя любимая книга «Алиса в стране чудес» Льюис Керрилл. Философская сказка. Телеканал «Кубань-24» выберет лучшего чтеца. В рамках проекта «Тотальный диктант» вы можете стать участником акции, проходящей более чем в 50 странах мира. Задача проекта – проверить знания участников и показать, как красиво и, главное, ясно может звучать русский язык. Чтобы оказаться в одном списке с писателями, депутатами и журналистами, которые будут озвучивать тексты «Тотального диктанта», нужно записать короткий видеоролик, прочитать один из предложенных отрывков на камеру и выложить запись на сайт, адрес которого вы видите на экране. Заявки принимаются до 8 апреля. Финал конкурса будет проходить на нашем телеканале 13 апреля. Трем финалистам будет выдан новый текст, и прочесть его нужно будет перед компетентным жюри. И уже 18 апреля, под диктовку лучшего чтеца, жители Кубани проверят себя на знание русского языка. Игра вымысла и реальности красок и света, музыки и танца. 5 апреля на сцене Краснодарского центрального концертного зала оживет сказочный лес, а птицы и звери заговорят на человеческом языке. Мюзикл-сказку «Волшебная планета» представит шоу-балет «Тодес». Каждая сцена сопровождается музыкальными произведениями, авторы которых – композиторы Алексей и Денис Горнизовы. Кстати, «Принцессу» в постановке озвучивает Алла Духова. Соединение хореографии и актерского мастерства, интересная драматургия и использование в шоу новых технологий никого не оставят равнодушными, обещают организаторы. Такими были новости культуры. До встречи в следующих выпусках программы. Удачи вам и хорошего дня! Субтитры создавал DimaTorzok